Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Преображение» — передача для тех, кто любит Бога и желает преображения своей души. Церковный календарь ведет нас все ближе к самому важному ежегодному периоду в жизни Церкви — Великому посту, увенчанному празднику Пасхи Христовой. Ежегодно все большее количество людей в России возлагает на себя трудпощения, что сразу находит отклик в повседневной жизни, специальные витрины в продуктовых магазинах с постным ассортиментом, постное меню в кафе и ресторанах, книги рецептов для постного стола и так далее. Но эти перемены касаются лишь гастрономии. Остальная жизнь в большей части нашего общества остается, к сожалению, неизменной. В давние времена Великий пост менял весь уклад жизни православного человека. Воздух городов и сел наполнялся льющимся отовсюду колокольным звоном множества храмов и монастырей. На время ежедневных утренних и вечерних богослужений первой и страстной недели Великого поста улицы пустели, так как все старались находиться в храме на молитве. Пятейные и увеселительные заведения на это время закрывались. Эти перемены в повседневной Великопостной жизни Старой России подсказывают нам иное содержание поста, главной своей задачей, имеющей преображение души человека. И как важно, когда это делается искренно. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Приводят слова Спасителя из Евангелия от Матфея, не желающие поститься. Необходимо знать, кому и когда сказал Христос эти слова. А сказаны они были фарисеям, которые осуждали апостолов за то, что они ели хлеб, но немытыми руками. Тем самым Господь упрекает самих осуждающих за их неистинность и недоброе сердце. Вместе с тем, сам Господь Иисус начал свое общественное служение с 40-дневного поста, в память о котором Великий Пост в нашей Церкви и существует. Таким образом, пост — это не пренебрежение скромной пищей, а исполнение заповеди Божьей о посте, зафиксированной уставом правословной Церкви, которую мы исполняем в противоположность Адаму и Еве, изданным из рая не за объедение, а за нарушение заповеди поста. Что же дает пост постящемуся человеку? «Аще внешний наш человек тлеет, а бачи внутренний обновляется по вся дни», говорит апостол Павел в послании к Олимпинам, тем самым объясняя нам, что тело, терпя трудности, неудобства, дает возможность оздоровлению и обновлению души. Что хочет сытое тело? Сна и покоя. Здесь и речи быть не может о пощении и о посещении богослужения или молитве. «У ты, у толсте, расшири и забы Бога, сотворившего его», говорится во второзаконии о таких людях. И наоборот, постящийся человек обретает духовные и телесные силы в своем издержании. «Я работаю тяжело физически, и мне необходимо ежедневно есть мясо», часто говорят мужчины. И это правда, работающие на тяжелой физической работе нуждаются в хорошем питании, как и учащиеся. Но вместе с тем вспомним монахов, которые возложили на себя подвиг пожизненного поста. А ведь именно они вручную обрабатывали монастырские поля и строили высокие оборонительные стены и здания храмов своих монастырей. К тому же, постились бы мы с вами, и меньше было бы раковых заболеваний, вырезанных аппендицитов, случаев заболевания диабетом и так далее. Важно понять, что дело даже не в отказе от приема скромной пищи, а в воздержании, упражнении сил души и противостоянии недозволенному. Если бы мы с детства хоть немножко учили своих детей и внуков основам поста, у нас намного меньше было бы тех, кто не знает мира в спиртном, потребляет наркотики или занимается извращениями. Ведь тот, кто не может удержаться в пост от сардельки, вряд ли сможет сказать себе стоп в более серьезных искушениях. А результатом нашего невоздержания является подорванное здоровье, разбитые семьи, дети без отца или матери, ссоры, ненависть, скандалы, грабежи, насилие, убийства и войны. И все лишь потому, что мы не можем сказать себе вовремя «стоп!» Это грех. Дай Господь всем постящимся окончить настоящий великий пост победителями над собой, а значит, более свободными от драпства страстей, греха и смерти. И с радостью встретить светлое Христово воскресение. А сейчас, дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию новости, которые произошли на территории Ставропольской и Невиномысской епархии за минувшую неделю. 24 февраля в городе Изобильном состоялась научно-практическая конференция на тему «Тоталитарные секты. Угроза подрастающему поколению». Протеерей Сергей Рыбин отметил, что сейчас участились случаи агитационной работы сектантов в Изобильненском районе. Именно поэтому проведение подобного мероприятия стало необходимым. Мы обязаны людям говорить, указывать и показывать, кто является таким скрытым врагом. Потому что сектанты, они никогда себя не позиционируют, как сектанты или как еще. Они сразу никто не говорит. Они вкрадываются, действительно, как из хорошее такое библейское выражение, да, как волки в овечьей шкуре, да, прикрываясь. Многие из них даже фотографируются на фоне церквей. В зале собрались представители администрации города, медики, учителя, военные, а также учащиеся старших классов. После просмотра короткого фильма о сектах выступили докладчики. Священник Антоний Скрыников, преподаватель сектоведения в Ставропольской православной духовной семинарии, рассказал о нарушении прав ребенка религиозными сектами на территории Ставропольского края. Если вовлечь молодого человека, условно говоря, 15 лет в секту, то из него можно сделать стопроцентного сектанта. Он всю свою жизнь, пока не умеет, будет бесплатно работать на эту секту, приносить деньги, распространять литературу, вербовать новых людей и так далее. Это самое страшное и самое ценное для секты – заплатить человека его молодость, чтобы он все отдал на алтай этой секты. Президент Краевой Федерации Айкидо Андрей Ханин выступил с докладом «От секции до секты – один шаг». В заключении выступил протеерей Сергей Рыбин. Он говорил о неоязычниках. После основной части все присутствующие могли задать вопросы священнослужителям, рассказать о том, как они сталкивались с сектантами и высказать свое мнение. Масленица – это необычный праздник, который объединяет в себе языческие и христианские традиции. Это праздник, который знаменует собой начало аскетического периода поста и находится на рубеже между зимой и весной. В этом году масленичная неделя будет проходить с 24 февраля по 2 марта. У каждого в эту неделю свои традиции, и ни одна семья не обойдется без блинов, ведь это не только часть праздника, но и очень вкусное народное блюдо, которое можно есть с любыми начинками, кроме мясных. Это небольшое ограничение напоминает нам о том, что близится Великий пост. А будут ли отмечать масленицу жители нашего города? Мы провели опрос. С всей семьей мы собираемся, причем блины. Не каждый год, конечно, но иногда да. Да, конечно. Обязательно съездить к бабушке, покушать у нее блинов, с семьей, конечно, все отметить, потом в Парк Победы сходить на воскресенье на проводы масленицы. Ну, обязательно всегда в среду и в четверг, и потом все вместе соберемся в воскресенье. Все православные отмечают масленицу очень широко. Традиция этого празднества такова, что люди пекут блины и угощают друг друга этим яством. Масленица – это очень яркое событие. В эту неделю принято посещать праздничные мероприятия, веселиться, кататься на горках, а также обязательно нужно уделить время семье, посетить родных и близких. Гуляние – это вообще не противопоказано для человека, да, с одной стороны. То есть человеку свойственно веселиться, да. Единственное, что надо знать, какие-то рамки для веселья, чтобы это не переходило в оргии и в прочие языческие, вот эти темные вещи, да, которые мы наследовали еще от наших далеких-далеких предков, которые, инерция от которых идет до сих пор в нашем обществе. Поэтому, конечно, веселье – это не порог. Это нормальное состояние человеческой души, которое веселится. Но помнить надо, что, так сказать, мы должны уметь не только веселиться, но уметь еще и молиться, но уметь еще и поститься. Последний день масленичной недели называется «Прощенное воскресенье». В этот день принято просить прощения друг у друга за все обиды, причиненные в течение года, и тем самым очиститься от всего греховного, ведь по окончании масленицы начинается один из самых важных постов – Великий. Здравствуйте, дорогие телезрители! Все постные блюда просты и полезны. Каждая хозяйка готовит овощную рагу. Я хочу поделиться своим рецептом овощную рагу в горшочках. Нам понадобятся глиняные горшочки, картошка, порезанная кубиками, морковь, лук, фасоль стрючковая, я беру замороженную фасоль, грибы, шампиньоны тоже были замороженные, зелень петрушки, соль, перец и овощной бульон. Каждая хозяйка сварит на свой вкус. В каждый горшочек на дно положим немного лука сначала. Кладем морковь, картофель. Сверху положим грибов. Фасоль на вкус каждой хозяйки. Присыпем немного перцем, тоже по вкусу. По желанию можно кружок помидора. Заливаем каждый горшочек бульоном. В бульоне уже есть соль, перец, специи, лавровый лист. Поэтому заливаем. Накрываем каждый горшочек дрожжевым тестом. Немного придавливаем края, для того, чтобы тесто посередине не провалилось в горшочек. Ставим в духовку. Духовка нагрета до 200 градусов. Убираем туда горшочки примерно на час. Тесто зарубянится уже через полчаса. Но не пугайтесь, даже через час оно не подгорит. Все будет хорошо. Нужно, чтобы картошка дошла. Прошел час, наши горшочки готовы. Я помажу чесноком каждый кусочек теста, как в детстве. Неповторимый аромат. Очень хорошо пахнет. Открываем горшочек. Присыпаем зеленью для подачи на стол. Овощной рагу с чесночной лепешкой готово. Приятного аппетита! Овощной рагу с чесночной лепешкой готово. 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 Продолжение следует...